Я зашел на Алиэкспресс Я лучший, словно Блэс Я гоню быстро, как скейт Взорвал сразу, взял пакет На мне полный пак ракет Взрываю, мне не нужен план Заказал строку, чтоб записать трек Купил кросс, и я не успех Я забрал строку, взял строку, как закресс Я пришел за подпеки И хранил на мануна Заказал тебе новый дух И прыгнул в атаку на пол Ты захотел, и я возьму Захотел, губил все Я тут тоже начал Каждому музыкальному исполнителю Нужно записывать где-то треки И есть два варианта событий Либо вы пойдете на студию Но, к сожалению, не у всех есть деньги, чтобы идти туда Либо вы устроите студию дома Как и сделал я Иди сюда Я сяду Я сяду Может тоже сесть Это Это акустический экран Не такая уже новая штука какая-то Мне кажется, вы много где уже могли это видеть И знаете, я посмотрел цены на акустические экраны в интернете И немножечко офигел Я решил воспользоваться более дешевым вариантом И найти хороший акустический экран на Алиэкспрессе А получилось ли у меня это сделать? Вы узнаете в этом видео И действительно, по запросу акустический экран нам показывают данные предложения Но не спешите радоваться Я живу в Беларуси и у меня белорусская валюта Поэтому в России акустический экран будет стоить примерно от 6 до 17 тысяч России Что мне кажется, не совсем бюджетно На самом деле цены дорогие Я купил этот акустический экран примерно 2,5 месяца назад И могу рассказать свой опыт использования его Он подходит для записи негромкого вокала То есть, если вы будете записывать трек сильно громкий Как, например, в начале этого видео То у вас будет эхо К слову, это совсем не шутка И если вы занимаетесь записью агрессивного скрим-вокала То акустический экран вам совсем ни к чему Акустический экран, к сожалению, просто физически не может сдержать какие-то очень громкие звуки И эхо как было на записи, так и останется Этот акустический экран один из самых дешевых экранов на Алиэкспресс То есть, дешевее вы вряд ли могли бы найти Я заказал его сразу вместе со стойкой Потому что стойка тоже стоит своих отдельных денег И я решил сэкономить и, к сожалению, пожалел Потому что стойка оказалась не совсем прочной Смотрите Она шатается бешено Мой микрофон HG Perception 120 Он достаточно тяжелый Но стойка под ним еле стоит Как только она ко мне приехала Она лопнула Вот тут вот Вы можете заметить, что здесь я клеил Это, конечно, не круто Самим акустическим экраном я вполне доволен Звук и вправду при записи становится куда лучше, чем без него На этот комплект вместе со стойкой акустическим экраном я потратил чуть больше 3000 России Когда я записываюсь с акустическим экраном, то звук становится более плотным Пропадает лишнее эхо Но, естественно, у всего есть пределы Если я буду громко кричать, то акустический экран уже ничего не сможет сделать И единственный выход записи агрессивного и громкого вокала Это пойти на студию Либо обклеить все стены поролоном у себя в квартире Сам акустический экран, он не является чем-то сильно сложным То есть тут все очень понятно Он может вот так поворачиваться И может, кстати, раскибаться и сгибаться Это не знаю, на что влияет Но если вы хотите дать своему микрофону больше места Вот тут вот Среди этих листов поролона То, наверное, вы можете это сделать Я думаю, если вы сильно зажмете, будет звук слишком плотный Потому что он не будет гулять внутри Поэтому, мне кажется, вот это оптимальный вариант То есть вот так надо записываться Сама стойка тоже самая обычная Вы можете сложить, если вам надо То есть если вам надо опустить, вы можете спокойно записывать Но на самом деле стойка достаточно хлипкая То есть она трясется буквально из-за любого движения Это не очень круто Хотелось бы, чтобы она была действительно крепкая Но как бюджетный вариант Очень бюджетный То, наверное, ее можно использовать То есть она, наверное, у вас не развалится Как у меня Хотя здесь у нее ножки Они тоже складываются Она достаточно компактная Но есть небольшой риск того, что она развалится В момент складывания Если у вас легкий микрофон, то эта стойка вам подойдет У меня микрофон не из самых легких Я не знаю, сколько он примерно весит Но такой Ну, мне кажется, если вы возьмете кружку чая в руку То он будет примерно как мой микрофон весит И, к сожалению, я пожалею, когда купил именно экран вместе со стойкой И куда более рациональным решением было бы купить экран без стойки И купить стойку где-нибудь у себя в магазине То есть если вы хотите закупиться, как я То есть записывать треки дома Сходите у себя в городе в какой-нибудь магазин И сами посмотрите на эту стойку То есть как она будет держаться Как она будет стоять Если вы не хотите париться со стойкой Я сэкономил, но мне пришлось потом клеить И делать всякие махинации Которые не всем приятны И не все хотят этим заниматься Ссылку на товар с Алиэкспресса я не буду оставлять Так как по запросу акустический экран Таких очень много на Алиэкспрессе Я просто нашел самый дешевый вариант Я заказал в Беларусь И, к сожалению, доставка в Беларусь с Алиэкспресса чуть-чуть дороже, чем в Россию То есть если вы живете в России, то вам немножко повезло Сейчас мы попробуем записать какие-то примеры записи То есть с акустическим экраном и без Раз, два, три Это пример записи без акустического экрана Раз, два, три Это пример записи с акустическим экраном Но как человек, который занимается музыкой И всем, что с ней связано Я могу сказать, что звук достаточно неплохой И мне кажется, с ним можно работать И довести его уже до какого-нибудь приятного результата Если вам понравилось это видео, поставьте лайк И подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали Вот такой вот у нас акустический экран был Не знаю Всем пока Все, сняли, наверное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok